ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спорт учит преодолевать трудности, достигать побед и, самое главное, воспитывает командный дух. И эти навыки, которые вы приобретаете сегодня на спортивных площадках, поверьте, вам пригодятся в жизни. Я объявляю финальное соревнование школьной спортивной лиги открытыми. После торжественного открытия губернатор края лично просмотрел дневники школьников и, конечно, сфотографировался с юными чемпионами. Возможно, именно они в 2019 году будут принимать Всемирную зимнюю универсиаду. Это необходимо, во-первых, для развития командного духа, для поднятия репутации школ, возможно. Да и просто это физически развивает ребят. Это полезно для здоровья. Самый представительный турнир проходит на стадионе «Юность». За награды в нескольких возрастных категориях борются 29 школьных команд. Некоторые образовательные учреждения смогли собрать под свои знамена воспитанников детских спортивных школ. Они записали сегодня на свой счет первые победы. Предыдущие были не такие уж интересные, потому что все друг друга уже знают. Все сыгрались друг с другом, а выездные, вот, краевые сейчас, которые идут, намного интереснее. Ты не знаешь, на что способен соперник и чего можно ожидать от него. А вот регби впервые вошло в программу школьной лиги. С начала этого учебного года в 40 образовательных учреждениях региона этот вид спорта вошел в учебную программу. Сегодня самые юные регбисты Края демонстрировали то, чем и научились на третьем уроке физкультуры. Тек-регби, так называемый, где исключаются полностью контакты, полностью падения. Она не травмоопасная игра, она доступна для мальчиков, девочек. Программа с 1 по 11 класс. Лучшие школьные команды Края по трем видам спорта определятся уже завтра. Впрочем, это еще не все. Школьная спортивная лига является одним из этапов всероссийских президентских состязаний. Так что сильнейшие с нашего региона примут участие во всероссийском финале. Андрей Усаков, Максим Галат. Новости.